Спустя два года пандемийных волн, ватерполисты по Волжье возобновили чемпионат при Волжской лиге Национальной Ватерпольной Ассоциации. Долгожданный первый тур сезона стартовал в Ульяновске на базе «Фокус Спартак». Спортсмены, изголодавшись по зрелищной игре, показали бойцовский характер. Наша команда собрана из довольно сильных игроков. Я считаю, что у нас команда уже довольно сыгранная. Соперники тоже не дают слабину, но все нам по силам. Я считаю, что наша команда готова бороться за первые места. Участники соревнований – любители и экс-профессионалы. Возраст от 20 до 50. Новички этого сезона – команда из Пензенского государственного университета. Многие парни занимались плаванием или водным полом. Мы, в принципе, привезли сюда молодую команду. Мы работаем в ПГУ где-то около двух месяцев, то есть с начала учебного года. Что ожидать? Я считаю, что ребята были подготовлены хорошо, но был огромный период, когда они просто не играли. Уже не играли после юношеского периода где-то по 5-6 лет. Сейчас только набираем форму. Компанию «Пензенцам» составили Ульяновск две команды из Казани, Саратов и Пермский край. Казанская школа водного пола – одна из самых сильных в России, поэтому спортсмены регулярно занимают первые места соревнований. В этот раз ватрополисты также не ударили в грязь лицом. Однако и соперники стали сильнее. К примеру, ульяновский «Спартак» на первом чемпионате занял лишь четвертое место, а сейчас парни показывают неплохие результаты, одержав две победы в трех играх, обыграв «Пензу» и «Березники». С ними интересно играть. Ребята молодые, наглые, хотят побороться, хотят что-то доказать, хотят выиграть. Это интересно. С такими командами всегда интересно играть, которые любят побороться. Они просто приходят того, чтобы мячик покидать. Чемпионат при Волжье только набирает обороты. Всего команды сыграют 30 игр в 4 тура, которые пройдут в двух городах – Ульяновске и Казани. По набранным очкам определится четверка сильнейших, которая сыграет в финале. «Мы хотим сейчас именно в Поволжье организовать такой свой полноценный чемпионат. Допустим, в Москве в национальной мутерпольной станции играют около 40 команд, если не больше. Там даже трудно сосчитать. Там играют три дивизиона. Это первый, высший, второй. И у нас планы, чтобы развивать дальше». Следующий тур пройдет в Казани в феврале. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.